Приветствую вас! И, конечно, сложно делать предположение о поведении человека, которого вы обвисываете, потому что это ваше субъективное описание. Но она определенно набивает себе цену, то есть хочет, чтобы вы за ней бегали. Она хочет большего всего внимания, хочет казаться независимой вам. И вот это вот ее желание казаться независимой, оно продиктовано, знаете ли, к сожалению, не симпатией к вам. То есть человек, который испытывает действительно серьезные, настоящие чувства к другому человеку, он, понятное дело, так поступать не будет. То есть, по сути, все время и постоянно подвешивая вас в невесомом положении и в полном незнании того, что будет дальше. То есть, это говорит о том, что ее заботит только собственная выгода, может быть, собственный интерес ее волнует, но не более того. И это, конечно, говорит о вашей девушке не в пользу, не в положительном ключе. Это говорит о том, что она вас использует. Это говорит о том, что она, может быть, вами манипулирует. Это говорит о том, что она знает, что вы от нее никуда не денетесь. И в этой ситуации, пожалуй, самым правильным будет просто проявить свою же собственную независимость от нее. То есть, в принципе, вы реагируете на ее поведение вправе. Но вы как будто бы, знаете, отвечаете на ее поведение. А отвечать не надо. Вот вы спросили ее, например, хочет ли она с вами погуляться, допустим. Она ничего конкретного вам не написала. То есть, она сказала, ну, может быть, может быть, вообще начала, как вы говорите, откликиваться, придумывать какие-то отговорки и так далее. Вы в этой ситуации начали ее, как бы, ну, определенно на нее давить. Вы начали, как бы, упрашивать ее, чтобы она все-таки согласилась с вами погулять. И я, конечно, понимаю, почему вы так сделали. Я понимаю, что вы хотите быть с ней, что она вам нравится. Но и вы поймите, что чем сильнее вы так на нее давите, тем более очевидным для нее становится факт, что вы сделаете ради нее все, что угодно. Что вы будете терпеть все, что угодно. А ради ее внимания, ради ее времени, ради ее общества. И подобное не играет вам на фотку. Подобное никак не повышает вашу ценность в ее глазах. Поэтому, если вы хотите строить с ней отношения на основе равноправия, доверия, взаимопонимания, то не давите на нее. Стросили один раз, если не знает, значит не знает. Если захочет с вами погулять, то она обязательно ответит на ваше предложение. То есть вам важно сделать первый шаг. Вам важно показать ей, что вы готовы, что вы хотите, что у вас есть желание с ней быть. Но навязываться, давить, показывать, что вам это очень сильно нужно, это будет плохо. Потому что это дает возможность человеку почувствовать себя всесильным, всемогущим, властным над вами. А это не идет на пользу ни вам, ни вашей девушке. Поэтому нужно быть в меру независимым от нее, но и проявлять свои симпатии. А главное показывать, что если она сама не знает, хочет ли она проводить с вами время, то вы не особо-то в этом нуждаетесь. И не собираетесь тратить свое время за человека, который не уверен в том, хочет ли он с вами быть. И вот когда вы, твоей девушке, покажете, что вы, в общем-то, довольно независимый человек, она и проявит свои настоящие истинные качества и истинные отношения к вам. Если у нее есть чувства, она начнет к вам проявлять больше симпатии. Если чувств нет, посыпятся обвинения, какие-то оскорбления, может быть обиды и так далее. В этом случае нечего даже и говорить о том, что у вас могут получиться какие-то хорошие отношения. Потому что человек мало того, что вас использует, так он еще и хочет, чтобы все было только по его. Ну, в вашем случае это совершенно неприемлемо, потому что определенно идет вразрез с вашими желаниями и вредит вашим интересам. Вот и все. Для того, чтобы понять поведение своей девушки, подумайте, кому выгодно и чем выгодно такое ее поведение. Что она получает? Вот так вы и объясните ее поведение. Человек никогда не сделает ничего просто так, если он не находится в близких отношениях к другу. Ваша девушка явно делает все это для себя. А вот что она хочет получить, это уже, я надеюсь, вы ответите себе саму. И вслед за этим будет следующий вопрос, каковы ли вы ей дать то, что она хочет от вас получить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...